В этом доме на улице Гордеевской в Канавинском районе к зиме подготовились основательно. Строители утеплили межпанельные швы и вент-каналы, отремонтировали кровля, а также провели промывку и опрессовку отопительной системы. За каждым шагом рабочих тщательно следят местные жители. В конце года собираем собрания, решаем, что мы будем делать, вот сколько у нас средств, отчет обязательно за проделанную работу, то есть все отчеты у меня все на руках, все. Я говорю жителям, если мы сейчас это бросим, значит будет у нас все плохо. Поэтому нужно более активную жизненную позицию жителям всем. Для того, чтобы дома были теплыми, еще весной силами Дука в подъездах поменяли окна и двери на современные, пластиковые. Всего в Нижегородской области насчитывается порядка 42 тысяч многоквартирных домов. Их готовность к зимнему сезону составляет более 40%. Часть подписания паспортов по Нижегородской области мы находимся в графике. По области готовность составляет 40%. И с года в год опасения вызывают дома 5-6 категории, то есть там, где они уже значительно изношены, это малоквартирные дома. Для исправного технического состояния, которых требуются значительные денежные вливания. Главная проблема это мусор, который оставляют подрядчики после проведения работ, а также воровство стройматериалов. Обслуживающие организации обязаны устранить все нарушения в течение нескольких дней после вынесенного предписания, иначе последуют штрафы. Отставания у нас нет, но в графике идем даже с опережением по промывке опрессовки. У нас осталось промыть 6 элеваторных узлов, ну, для понимания, это 6 подъездов жилых домов, но только в разных домах. Регулировки, по регулировке системы отопления, установка сужающих устройств, работы где-то на неделю. То есть мы, я рассчитываю, что до 22-25 числа закончим полностью все работы и документацию по промывке, опрессовке и подготовке домов. В потопительную сезон передадим в домоправляющую компанию, соответственно, они уже в жилищную инспекцию и в администрацию. Подобные рейды будут проходить каждый день. Паспорта готовности должны сдать до 15 сентября, после чего начнутся пробные пуски тепла, финальный этап подготовки перед зимним сезоном. Антон Ганин, Юрий Афров, Илья Васенин. Столица Нижней. Редактор субтитров А.Семкин